Еще хотелось бы немножко рассказать о том, какой макияж у Маши, потому что мы поработали не только с гардеробом, но и с макияжем. У Маши квадратная форма лица, и поэтому мы использовали корректирующий карандаш, который на оттенок темнее, чем ее кожа, и затемнили боковые части вот здесь немножко темным цветом. Подчеркнули скулы тоже темным, потому что для того, чтобы зрительно уменьшить лицо, нам нужно убрать его в тень, то есть использовать более темный оттенок. Мы использовали его здесь, немножечко нанесли на крылья носа, тоже темный корректор, на спинку нос нанесли светлый, высветлили область под губой и лобную часть. Подвели бровки светло-русым карандашом, тени использовали нейтрального оттенка, это вот такая вот палитра, то есть все тени натурального цвета. Сделали немножко тень и подвели глаз, вместо черного карандаша мы использовали такого темно-голубого, если так видно, который подчеркнул цвет ее глаз и являлся не таким тяжелым для ее светлой кожи, для достаточно светлых волос. Ну и в принципе смотрится гораздо интереснее, чем просто черный. Потом мы немножко добавили карандаша для губ, чтобы подчеркнуть форму и использовали вот такой вот персиковый цвет, который в принципе очень хорошо подошел к ее оттенку кожи. И использовали хайлайтер, такая вот штучка, чтобы придать лицу свежесть. Ну чтобы лицо так блестело и было ощущение, что все мы спим по 8 часов в день. На самом деле это не так, по факту. Заняло не столько времени, просто нужно знать, когда вы начинаете красить особенности своего лица, форму своего лица, что же нужно подчеркнуть, а что нужно наоборот замаскировать и как-то нивелировать. Вот, такие вот дела. Всем спасибо! Че, это все что ли? Да. Спасибо.